Это новости на RTVI. Сюрприза на первых дебатах демократов не получилось, констатировать сегодня большинство политологов и экспертов. В теледуэли принимали участие пять претендентов на Белый дом. Напомню, первые дебаты республиканцев отличались рекордной массовостью. В них участвовали 17 человек. Победителем тогда назвали эпатажного предпринимателя Дональда Трампа. Кто победил у демократов, мы узнаем у политического обозревателя RTVI Марии Гордон. Она присоединяется ко мне в студии. Мария, добрый день. Здравствуйте, Валерий. Основной победитель – это сам формат дебатов. Лучше меньше, да лучше. После хаоса, который царит на поле республиканцев, всего пятеро участников – очень приятный формат. У каждого демократа было ровно в два раза больше времени для того, чтобы высказать свое мнение, просто покрасоваться перед камерами или создать вирусный пост в Ютьюбе. Понятное дело, возможность сморозить глупость в этом формате тоже увеличивается вдвое. Но вы хотели, чтобы я назвала победителей в ходе самих дебатов? Извольте, Хилари Клинтон. Экс-первая леди, сенатор от штата Нью-Йорк и госсекретарь США, безусловно, чувствовала себя как рыба в воде. Клинтон вела себя непринужденно, уверенно, в меру агрессивно и при этом умудрялась выглядеть доброжелательной и спокойной. Кстати говоря, ей здорово помог соперник Берни Сандерс, когда эмоционально заявил о том, что американцам уже давно надоел скандал вокруг ее почтового сервера. Дайте-ка я скажу, дайте я наконец скажу. Это может выглядеть как плохой политический ход, но госсекретарь права. Дело в том, что американцам надоело слушать о ваших чертовых имейлах. Спасибо, мне тоже, мне тоже. А когда Линкольн Чейфи попытался вернуться к этой теме, Хилари заработала дополнительные очки, коротко ответив нет на его вопрос о том, не желает ли она дать ответ на его комментарии. Она также яростно обрушилась на политику республиканцев, по сути дела сыграв роль флагмана своей партии и заслужив бурные аплодисменты. Самый яркий пример – вопрос о контроле над огнестрельным оружием США. Тут оружейному лобби вообще и нерадивому конгрессу в частности досталось полна. Впрочем, не все ответы Клинтон были идеальны. Когда ее спросили, чем ее президентство будет отличаться от президентства Барака Обамы, она не смогла придумать ничего лучшего, чем подчеркнуть тот факт, что Обама – мальчик, а она – девочка. Такой ответ обозревателей не впечатлил. Но в целом, как участник дебатов, как спорщик, скажем так, Хилари Клинтон была на высоте. То же самое, в принципе, можно сказать о сенаторе из Вермонта Берни Сандерсе. Он прекрасный оратор, и его интересно слушать. Из недостатков. Когда он седлает своего любимого конька, а это экономическое неравенство в США, тут он молодец. Хотя его рассуждения о демократическом социализме звучат чересчур экзотично для среднего американца. Забрать у богатых и раздать бедным – прекрасная тема для встречи с избирателями в провинции. Но когда дело дойдет до схватки с кандидатом от другой партии, придется говорить о Путине и Сирии, например. А это не так просто, как кажется. Сандерс далек от внешней политики. И теперь о проигравших. Это остальные трое участников дебатов. Ни Мартину О'Мелли, хотя по всеобщему мнению он чисто внешне смотрелся хорошо, ни Линкольну Чаффи, ни Джиму Уэбу не удалось выбраться за пределы статистической погрешности. Было даже странным, что бывший губернатор Мэриленда О'Мелли так и не произнес свою любимую фразу о том, что политическая борьба в Америке не должна сводиться к борьбе двух семей за корону. Хилари Клинтон не пришлось отбиваться от этого выпада. Хотя она и обратилась к американцам с призывом голосовать не за ее фамилию, а за заслуги перед Отечеством. Валерий. Спасибо, Мария. Мария Гордон об итогах первых дебатов демократов в США. Дизельный скандал с автогигантом Volkswagen сегодня получил новое продолжение. Концерн потерял еще одного топ-менеджера и признался, что жульническая компьютерная программа, занижающая при тестировании уровень вредных выбросов моторов, была установлена и на автомобилях производства 2016 года. Ранее Volkswagen заявлял, что речь идет о машинах 2009-2015 годов. За обман крупнейшему в мире автопроизводителю грозит гигантский штраф. Напомню, после того, как стало известно о подлоге, в отставку ушел гендиректор Volkswagen. Сегодня уволился руководитель подразделения Volkswagen в Северной Америке. Его назначили на этот пост всего три недели назад. И это все новости к этому часу. И то, что информационного дня в следующем выпуске новостей на RTVI в 7 вечера по Нью-Йорку. Далее в эфире программа «Особое мнение». Редактор субтитров А.Семкин